так ну что всем привет со светом так себе а меня зовут денис это солнце хорошее настроение наверное не скажешь я немного вяленький и критичный такой жуки нагоняю не буду накатить а сегодня я уже написал ну для вас написал что я вообще собираюсь показать показать я собираюсь пилу на которую у меня есть какие-то надежды есть у меня задача пилить широкие длинные доски и щиты и все такое с этой задачей может справляться вот такой станок да с кареткой может справляться формат на раскроечный станок но мне почему-то показалось что с этой задачей могла бы справляться и торцов у меня есть торцовка просто такая кивковая значит в принципе просто напиливать доски она мне ее хватает но ширина пропила у нее 180 мм соответственно у ща поставлю о прям смотрите как красивый кадр у вот этой торцовки ширина пропила 430 мм и 430 это круто в некоторых обзорах я слышал что 430 в конце уже немножечко играет сейчас посмотрим вот не открывал вот как пришла с озона ничего не я возьму нож взял нож распаковываем скотч м корр говори погромче потому что очень легко от микрофона так что мы видим инструкция нам не надо дальше вот смотрите как красиво и удобно маленький зажим ну типа струкцинки шестигранник и какие-то шайбы очевидно удлинитель стола и очевидно его уже кто-то распечатал потому что лежит отдельно штучка которую никто никогда не использовал для попилок ну вроде в ней никто ничего не пилил так нет уже кладем туда же куда инструкцию продолжаем странный свет такой свет солнце на улице продолжаем снимаем вот этот мультитул который нам предоставил пенопласт дальше вот в таком виде стоит здесь пила судя по трещинкам и вот этим вот скольчиком я уже отсюда вынимали так что возможно ее уже кто-то брал померить но я не знаю может мерь померил не понравилось вернул вот собственно достаем пилу для тех кто мне пишет что я не говорю ничего о характеристиках пилы вот они вот это характеристики пропила а вот это характеристики пилы все сказал отлично хотя честно сказать вот такую такая ценная информация которая можно прочесть где угодно я не знаю зачем вы люди спрашиваете это какая мощность ну зайдите посмотрите какая мощность если вас это пила заинтересовала но все же вот я бы я даже может в комментариях укажу характеристики пилы чтобы этих вопросов больше у нас не возникало с вами вот пила пока не снимал скажу общее впечатление вот она сейчас сложена и это круто ну что она вот под таким углом все-таки занимает не метр места то есть ее можно как-то раз развернул и она вот находится в таком состоянии более компактным потому что я боялся что хранить ее будет совсем совсем печально потому что она занимает много места все снимаем всю эту упаковку и смотрим функционал данную пилу явно кто-то уже брал как я сказал померить потому что все хомуты сорваны вот это не заводская фиксация провода ну и ладно будем надеяться вернули ее не из-за того что она словно есть фиксация в 90 но вот здесь вот на вот этой вот маркировки сама стрелочка на 90 не попадает хотя у стрелочки есть болтик для регулировки снимаем фиксацию пилы все вроде бы пока ничего пробуем ее в сначала посмотрим все вроде бы закреплено в лицо ничего вылететь не должно запускаем этот запах новых щеток а такое ощущение что она горит надо будет что-то придумать с медленным запуском потому что вот это прям вообще не то ладно не об этом тут в этой пиле самое важное это то что она может пилить на глубину 400 вообще 420 маркировка тут вроде как 430 но дальше наверно не хватило рисков ладно так для обзора возьму камеру в руку пробегусь так ну что смотрим поближе нанесение рисчик вкладыш не нулевого зазора на здесь тут какие-то комментарии на тему как с этой пилой работать нанесение углов вот такой пупыркой не наклейка как я говорил вот это штукенция не показывает на 0 но есть есть фиксация вот пока мне не совсем понятно вот это оно как бы крутится и больше не люфтит в свободном состоянии она делает вот так ну очевидно это исходит из механизма опять же тоже пока не критично так нарисовано лазер смотрим лазер он тут был включен даже если там стояла батарейка а я почти уверен что с батарейкой потому что при такой цене пилы никто не будет тут ничего больше придумывать так нужно будет устанавливать батарейку ладно с лазером проехали сам пила и защитный кожух ну сделано достойно из пластмассы механизм проката вот тяну мизинчиком катается легко нажимаю пилу вроде не перевешивает то есть судя по звукам слышно вам ну похоже там там подшипники крутится так еще раз пройдемся по кругу для тех кто хочет и рассмотреть поближе при хорошем свете пока единственный недостаток это вот этот запах ну и то что на эту пилу уже где-то волохали вон она вся кстати извините за лексикон меня тут быдлом назвали ну вот такое мы питерское быдло не знаю что тут еще показывать смотрите похоже на те фотографии которые выложены у самого корнета так с этой стороны папа нас дверь открылась да вроде все красиво наклеечка предупреждение открепляется вот немножко вот этот механизмом какой-то такой странный ну смотрите как бы руку сюда завожу до нажимаю так все меняю расположение камеры и пробуем пилить сначала короткие дощечки потом все меньше потом все шире 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 так я немного поближе сделал чтобы у нас было видно как это чудо пилит сейчас поставим удлинители стола и собственно прижим вставляем первый удлинитель далее проверим углы прежде чем пилить ровно мы же ровно хотим пилить правильно я за угломером дабы не нарушать традиции берем китайский угломер станок то китайский вот но бренд русский в чем я кстати тоже не уверен так включаемся и чудо да так ну предположим это будет у нас 0 до теперь нам надо теперь нам надо посмотреть что у нас показывает его пила показывает 88 и 9 9 9 о самом нижнем ну грубо говоря на практически 90 и показывает так если мы идем до самого конца и она показывает те же значения это круто то есть мы можем сказать если эту пилу никто не настраивал то с коробки она настроена как-то да теперь по отношению вот этот вот этот угол да его мы сможем проверить только линейкой угольником угольник пойдем за угольником и запасность вытащим из розетки и тут тоже все отлично то есть из коробки пила вроде получается ровная и пилить должна ровно для того чтобы проверить я беру максимальный уровень это это собственно то чего я хочу пилить и мне меньше не нужно то есть если она пилить что-то меньше то мне это не нужно мне нужно вот это щит 43 прям ровно 43 на 42 вот мы сейчас и выполним пропил 43 на 42 то есть отторцевав эту заготовку установим штатный режим вот у меня от пилы моей прижим и я вам скажу что похоже по диаметрам он совпадает не знаю как название вот название моей пилы ну понятно что при пилении таких щитов нужно либо пилу устанавливать стол погружая чтобы не длинная плоскость была либо придумывать какую-то дополнительную плоскость у меня был сделан такой шаблон угловой который оставил на торцовочную пилу с регулировкой материала по длине в принципе можно будет это как-то возобновить единственное конечно не на такую не на такую глубину все я надеюсь все хорошо видно вот край сейчас он тоже торцован единственное что здесь были прижоги угла тут как бы нет здесь мы прижали все у нас должно быть по красоте вроде как я должен погрузиться сюда провести сюда и у нас не должно быть ни здесь ни там никаких остатков сказать материала щит закреплен крепко все поехали так может я рукожок ну если если вы видите то чистота конечно про пилу тут не очень хорошая я бы сказал ужасная я попробую еще раз ну наверх она выдирает это ладно тут как бы диск стоит не чистовой на 40 зубов стоит диск с напайками понятное дело тут как бы претензий к пиле нету давайте сдвинем и еще раз попробуем то есть выполнить вот это торцевание по идее кстати не так много вырвала в конце вырвала но опять же нету ни вкладыша нулевого зазора я ничего дополнительно не регулировал то есть это в любом случае потребуется и еще раз пропиливаем ну все так же здесь есть следы от пилы то есть очевидно в дальней части все таки у нее есть какой-то небольшой люк вот ход пилы да вот он виден от круговые в конце этого нет вот здесь это прям отчетливо явно видно хотя опять же можно списать на пилу вот вот здесь такое странное место ну как бы такие треугольнички такие так обзор должен был быть на пять минут растянулся на полтора часа были у меня какие-то надежды поэтому я то есть хотел закрыть определенную функцию но я не вижу здесь простора для того чтобы разгуляться и что-то там усовершенствовать то есть конструкция пилы наверно на мой взгляд подошла бы людям которые занимаются монтажом широких панелей кому торцевая часть и качество пропила этого плюс-минус миллиметр не играет большую роль то есть там закроется каким-то наличником или что-нибудь такое это может быть стеновые панели может пиление каких-то деталей даже не знаю что это может быть может быть щиты пилить какие-то узкие что-то собирать то есть там где важно глубина пропила но все же это ближе к плотникам то есть тем кто занимается мебелью боюсь что наверное не подойдет то есть приклеить кромку вот к такой вот не получится то есть например если это мебельщиком брать ну а там что шлифовать не очень стойлер и наверное такое не примут потому что качество обработки настолько ужасное что какой смысл в торцовке здесь же смысл получить угол под 90 градусов и чистый пиво если это мы там не нашинкуем доски да какие-то черновые в общем мое заключение как обычно мои обзоры они все-таки эмоциональные да и как бы вот просто свое мнение высказываю и тех кому кажется что нужно больше технической информации ну техническая информация еще раз бы написано на коробке и наверное она соответствует я не умею ее проверять я работаю с этим инструментом и вот моя как бы обратная связь как человека который это бы мог использовать но получив руки не находит точек соприкосновения где я бы мог применить из негативного пила озона пришла явно ее кто-то уже открывал и использовал то есть скорее всего может быть для того же для того у чего и я то есть взяли попробовали продули кое-как собрали бросили вернули второе значит что меня огорчило люфт люфт вообще это все это просто закрывает какие-либо возможности как-то еще с этим маневрировать то есть пила люфтит я не знаю вот ребята которые вы снимали эти обзоры напишите под комментарием вы плит чего вы рассказываете ну то есть смысл торцовки чтобы все было жестко чтобы ну как бы если вопрос что ты хочешь за там 20000 рублей но позвольте есть корвет там фуганок да уже фугует нормально нет проблем с нигде не люфтит все можно настроить но когда проблема самой конструкции при этом на пиле не написано что она делает только черновые пилы то есть такого завершение у меня затянулось на пять минут вот так вот получается не знаю я что еще добавить кому и может пригодится эта пила ну в общем тем кому нужна максимальная грубинопропила взять ее с собой машину приехать что-то отпилить для производства ну я считаю что она не годится от слова совсем потому что люфтит а люфтов быть не должно торцовка и люфты вещи несовместимые торцовка не должна люфтить а если и люфтит то вы должны понимать она люфтит вы ее берете и вот с чем есть с тем и работаете таких отзывов я не видел ни на зоне не в интернете нигде вот ловите от меня то есть еще раз если в ваша идея пилить широкую длинную какую-то и очень тоненькую скажем так двп да наверное она может пропилить и в общем там перепад миллиметр на бумажке не будет так важен но если мы говорим о деревяшки о счетах то на двадцатом счету качество торца еще может быть не так будет заметно да потому что пласть маленькая но на сороковом уже все хотя пилит достаточно легко это да из негативного все из позитивного ну это единственная пила есть еще такого плана до больше нету ничего то есть если выбора по сути нет там есть какой-то еще китайцы но это та же самая пила просто не под маркой corvette но она пилит вот и все но плохо ладно затянул я собственно со своим обзором эмоциональным все что есть все кому интересно вот слушайте берите используйте как вам это будет при выборе помогать но для плотницких работ до для столярных работ нет мое личное мнение вот так прям печать поставил только для плотников хотя и плотники могут не обрадоваться вот этому который оставляет это пила я я кстати думаю что при чистовом каком-то диске будет вся та же шу-шу-шу только более менять меленькая такая поэтому вряд ли что-то тут изменится потому что раз говорю это все из-за люфтов вот а постараюсь все это смонтировать поменьше всего и был там не ладно в заключение хочу сказать что я ничего не буду говорить включить все все спасибо это был обзор пилы corvette 430 4 430 все пока что такое